— Можно уже начать, наверное, да? — Ну, давайте. — Ну, во-первых, официально приветствую вас, Константин Натанович. — Спасибо. — Значит, несмотря на то, что ничто не предвещало нашего разговора в эфире, тем не менее он как бы состоялся. И основным моментом, который делает некоторые наши мировоззрения общими, я так понимаю, это общее знакомство с Владимиром Буковским, с которым я лично познакомился в 2010 году, когда оказался в качестве политэмигранта в Лондоне, что в моей жизни тоже никогда ничего не предвещало. Но, тем не менее, такой факт состоялся. Вот в 2010 году я посетил митинг, значит, около посольства российского, и туда как раз пришел, приехал, вернее, и Владимир. И там мы вот таким образом познакомились, а после этого я стал очень часто его посещать. И, в общем-то, общался с ним не в каких-то неформальных обстановках, а всегда в бытовых. И помогал ему по мере возможностей во всяких бытовых вопросах. Ни для кого не секрет, что жил он не в богатстве, жил он в Кембридже, не в Лондоне. И поэтому у нас установились такие отношения. — Я бывал в его доме, очень симпатичный домик с садиком. — Ну, да-да-да. А, вы были у него, да, тоже в доме? — Несколько раз. — Ну, это, наверное, еще до 2010 года, да? — И до 2010. И после мы вместе с ним проводили митинг против Путина в Берлине. — А, в Берлине. Ну, я в Берлин не ездил, да. Он часто в то время ездил, и я был тем человеком, поскольку у меня фактически у одного из всего окружения был автомобиль, я его все время отвозил в аэропорт и потом встречал. Потому что из Кембриджа очень неудобно до некоторых аэропортов, кроме станции, добираться. Вот. Поэтому я тоже очень часто бывал в его домике. Он, да, достаточно был симпатичный, сад большой очень. И там часто собирался различный народ, который как бы был объединен некоторыми общими идеями, естественно. Все мы были ярые противники Путина. И даже не сколько Путина, а я бы более общий сказал, чекизма. Потому что все мы его ненавидели. Там я, кстати, у него познакомился и с Мариной Литвиненко, вдовой Александра. Потом мы вместе с ней к нему очень часто ездили. Были там, конечно, и другие люди. И там я, кстати, познакомился с Владимиром Карамурзой, о чем я неоднократно уже упоминал. Потому что Володя как-то раз попросил меня, чтобы я его встретил. Он откуда-то прилетал и к нему в гости заезжал. Я поехал в аэропорт, его там встретил, привез к Володе. Там мы сидели, там пили чай, разговаривали. И при мне был как раз разговор, когда другого Володя убеждал и говорил, что Володя, ты лучше в Россию не езди. Потому что там чекисты. С чекистами шутить нельзя. Они всегда обманут. Но, опять-таки, это было при мне. Володя Карамурзак говорил, ну чего ты, Володя? Нет, ну я известный человек на Западе, я везде. А он тогда уже занимался как раз продвижением вот этой темы с законом Магнитского. И меня не тронут, не посмеют. Но, к сожалению, вот оказался прав. Попробовский тоже считал, что его не тронут. Слишком высокий уровень контактов. Он там через день разговаривал с вице-президентом США, с госсекретарем. Он считал, что Путин не решится. Ну вот, это ошибка. Ошибка, которая стоила для Володи, для Михаила Борисовича 10 лет заключения для Володи. Я надеюсь, что не 25 лет, но долго. Все на это надеются. Ну, по поводу Ходорковского у меня особое мнение. Мы сейчас его обсуждать не будем. Для меня всегда остается решающим фактом то, что Ходорковский – это единственный, кого Путин вдруг помиловал. Но это отдельный разговор. И с Карамурзой там никакого сравнения быть не может. Потому что Карамурза все-таки политикой занимался. А Ходорковский никогда политиком не был и уже не будет. Но это мое субъективное мнение. Сейчас не о нем. Сейчас о Буковском. Кстати говоря, Володя успел просто перед смертью за очень короткий срок высказаться и по Навальному. Да-да-да, есть видео на эту тему. Я думаю, вы его смотрели. Мы можем потом в эту вот нашу передачу, если не против, можно даже врезать этот ролик, чтобы люди тоже посмотрели. И Володя высказался достаточно конкретно, но корректно при этом. А Навального? Вот его все считают главным независимым оппозиционером. Я как-то не верю, что он это все делает без каких-то контактов с властями. У меня все время подозрение, что ему всю эту информацию сливают, что это борьба кланов. Что это борьба кланов. Его используют. Он ловкий, он очень хорошо использовал эту ситуацию, чтобы поднять хоть какое-то заметное движение. Это заслуга, безусловно. Но я очень к таким вещам отношусь настороженно. С другой стороны, у него брат сидит. Брат сидит, я знаю, да. Ну, брат же заложник. Не, ну, это обычная вещь. Они подстраховываются, чтобы не соскочил. И мы с ним на эту тему тоже разговаривали, потому что я в то время, еще даже до вот этого его интервью, у меня были отношения с Навальным. Я лично не был с ним знаком. Я с ним переписывался по имейлу. Не помню уже, как я его получил. В общем, у меня с ним были деловые отношения. Я ему поставлял часть информации, на основании которой он конкурсы неправильные отменял. Я видел, что это реально работает. Он на основании моей информации подавал тогда жалобы в антимонопольные комитеты. Конкурсы отменяли. Поэтому у меня тогда была в то время такая, как бы, ну, не то чтобы уверенность, но я считал, что Навальный все-таки не является никаким проектом Кремля. Он работает сам по себе. Хотя, конечно, вызывало удивление, откуда он брал такой массив информации по поводу коррупции и всего такого. И мы с Буковским часто эту тему обсуждали. Я ему говорил, что я вот Навальному подкидываю там какие-то информационные моменты. Он их использует. Но Буковский был скептически настроен и говорил, да, это все может быть. Это может быть большая игра. И, в принципе, сейчас я склоняюсь к такому мнению, что, видимо, он все-таки прав. Вот игра это или сознательная деятельность Навального трудно пока определить. Вполне возможно, что его запутали очень хитрым образом. Ну, как, кстати, и самого Володю, к сожалению, тоже запутали. Потому что, мое мнение, я все это видел. Я считаю, что то, что произошло с ним, это тоже была спецоперация очень серьезная. По его дискредитации они добились этого. Они смогли в его окружение людей всяких мутных внедрить. А Володя был он такой вообще доверчивый человек. То есть, если вы были у него в доме, у него было ничего не защищено вообще. У него этот компьютер стоял в комнате при входе. Туда любой мог заходить. И заходили. И кто там что делал с его компьютером, никто толком не знает. Поэтому у меня глубокое убеждение, что это была специальная операция, чтобы его дискредитировать. Что линию защиты, которую выстраивали. Он очень авторитетен был в кругах оппозиционных. Это было время, когда они очень активно расчищали пространство для того, чтобы в центре оппозиции поместить Навального. Им нужно было контролировать оппозиционные движения. И я считаю, что смерть Немцова одна из причин. Они пытались освободить место лидера оппозиции. Вполне возможно. Но я также считаю, что они на это место ни одного Навального пытались поместить. А как обычно у них была альтернатива в виде как раз того самого Михаила Борисовича. Но об этом давайте не будем пока разговаривать. Это отдельная история. Нет, конечно, вы совершенно правы в том, что дискредитируя Буковского, они всю оппозицию таким образом пытались дискредитировать. Потому что он был общепризнанным авторитетом в этом плане. И все люди с ним общались. У него спрашивали советов. К нему приезжали многие люди. Тот же Ахмед Закаев постоянно. Я с ним там у него тоже познакомился. Бывал, значит. И велись различные дискуссии на подобные темы. Ну, в результате просто спецоперация удалась, к сожалению. И все это закончилось очень трагически. Потому что весь этот процесс, он, конечно, очень повлиял на его здоровье. И все закончилось на кладбище рядом с Карлом Марксом. По такому вот велению судьбы, которого Буковский просто всегда критиковал. Считал всех марксистов врагами человечества. И вот когда мы были на его похоронах, там много народу было, кстати. От зарубежных правительств, насколько я помню, только правительство Маковецкого, польское, прислало, значит, своего посла. И они там зачитали речь над его могилой. Ну, а рядом вот... Поляки были очень благодарны Володе за то, что он достал документы, вот эти ЦК КПСС. Короткий период, когда можно было получить документы и в КГБ, и в ЦК КПСС через Яковлева. Вот он воспользовался этим. Я, честно говоря, имел такую же возможность, но не воспользовался, потому что считал, что эти пыльные архивные документы уже ничего не значат. У нас начинается новая эпоха, новая эра, пусть этим занимаются историки. Но с новой эрой не все получилось однозначно. Это точно. А Володя мне рассказывал, как это происходило. Он приехал тогда в Россию. У него был с собой портативный сканер, о которых в России еще ничего не знали. И он во время одного из какого-то этого сейшена, когда собирали все эти документы, разбирали, он потихонечку сидел их и сканировал спокойно. И никто не мог понять, что он делает. Но это он мне лично это рассказывал. Таким образом, у него определенный массив этих документов образовался. Кстати, там был очень сегодня актуальный документ, на который никто не хочет обращать внимание. Это как раз вот там докладная записка по поводу нынешнего президента Байдена, который в те времена был сенатором. И посещал Советский Союз еще, где, в общем-то, его характеристика и потенциальная, так сказать, его склонность к работе, значит, со спецслужбами соответствующими. Ну, не со спецслужбами, это имелось в виду, а вообще с партийным руководством Советского Союза. И потенциальная склонность не обращать внимания на такие вопросы, как права человеков там каких-то. Перед вами, собственно, копия этого документа, который привез в Британию Буковский. Этот документ называется «Докладная записка первого заместителя заведующего международным отделом ЦК КПСС Вадима Загладина». Она датирована 19-20 апреля 1979 года и называется «Об основном содержании бесед с сенаторами США». То есть, после проводимых бесед с этими делегатами от Сената специальные люди, естественно, все они были сотрудниками КГБ, или, по крайней мере, четкими их агентами, они составляли такие докладные записки. И вот здесь такие важные слова, которые вы можете прочитать сами, а потом я еще внизу в описании ссылочку дам, где можно найти этот документ. В неофициальном порядке Байден и Лугар сказали, что в конечном счете для них важно не столько получение решения вопроса о том или ином гражданине, речь идет о так называемых диссидентах и отказниках, значит, граждан, которых не выпускали тогда в Израиль, сколько доказать американской общественности, что они заботятся о правах человека, доказать своим избирателям, что они эффективно выполняют их волю. Иными словами, собеседники прямо признались, что речь идет о своего рода показухе, что судьба большинства так называемых диссидентов никак их не волнует. То есть это то, что Буковский знал о Байдене уже вот в начале 90-х годов, и он об этом рассказал всему миру. Ну а сейчас это тоже очень полезно всем знать, особенно перед выборами предстоящими в Соединенных Штатах, о том, кто такой на самом деле Джо Байден. Этот документ Буковский как раз добыл. И сегодня, когда пытаешься апеллировать к этому документу, когда вступаешь в какие-то споры бесконечные с этими людьми, которые занимаются тем, что поливают дерьмом, значит, Трампа и воздают хвалы и призывают памятники ставить Байдену на всех городах Украины, то почему-то люди не хотят обращать на это внимание, к сожалению. Я просто об этом говорю, зная вашу позицию по поводу всего того, что происходит в Штатах. Вы там находитесь и вы все это видите своими глазами. Я издалека, ну потому что я общаюсь с такими людьми, как Юра Табах, мы с ним давно подружились, тоже лично не встречались, а так вот виртуально очень часто общаемся. Есть там, я так понимаю, ваш знакомый хороший Леон Ванштайн, правильно? Если я не путаю ничего. Да, мы с ним как-то тоже какой-то эфир совместный проводили давно еще на канале одного украинского блогера. То есть там есть люди, которые реально смотрят на ситуацию такими же глазами, как я, допустим. И я понимаю сегодня прекрасно, что Байден является той самой вот марионеткой, там или папе, или щенком Путина. Там непонятно какое слово он употреблял, то ли папе, то ли папе, но это не имеет значения. И, к сожалению, из-за этого все проблемы сегодня не только в Украине, но и в Израиле, и в других частях этого земного шара. И Буковский был, получается, первым одним, ну первым вообще человеком, который вот эту правду про Байдена вытащил среди всех тех архивов, к которым он получил тогда доступ. Не помню, когда это, 92-й? Ну, то, что касается Байдена, от него отворачиваются уже даже сторонники. Вот в последнем эфире Леонид Вайнштейн как раз говорил о том, что нью-йоркские евреи всегда голосовали за демократов, но теперь даже они не хотят поддерживать демократическую партию. Ну, в связи с позицией против Израиля, по существу. Ну, конечно, конечно, это логично, но для Байдена важнее, видимо, голоса вот тех, кто поддерживает палестинских террористов. И он делает ставку на них, а не на тех, у кого, значит, в голове какой-то разум существует. Я не знаю, как там сейчас в Америке, давно не смотрел, но у нас вот в прошлую субботу опять был митинг этих пропалестинских людей. Порядка 250 тысяч, представляете? То есть это количество людей, сопоставимое с той армией, с которой террорист Путин вторгся в Украину. Они собирались в центре Лондона, и я там тоже оказался, только уже после митинга. Я просто, когда вышел из андеграунда, увидел, что по улицам ходят люди в варафатках в этих, в таких свежих, новеньких, с плакатиками, все с одинаковыми. Они заполонили все кафе там вокруг Гайдпарка. А потом я уже прочитал в новостях, у них очередной этот сходняк был. Это ужасно, это самое огромное... События в Израиле, вот их оценивают как события 7 октября и последствия, вот эти митинги. Я, как человек, который изучает пропагандистские кампании, российские, советские, американские, должен сказать, что, собственно, события 7 октября, вот это варварство, дикость, это просто часть плана. Очень маленькая часть плана, основная часть плана включала именно вот эти митинги. Именно это финансировалось, ну, десятками миллиардов долларов по всему миру. И именно это должно было вызвать, ну, такую реакцию человечества. Понимаете, вот первые митинги в Лондоне, в Соединенных Штатах, в Париже, это призывы к прекращению огня, к СИЗФАЕР. Но тогда Израиль еще не начал действовать. То есть это вот такая маленькая накладка, которая у них получилась. Они считали, что Израиль начнет моментально действовать. Но Натагия хоть делал паузу. А они выстрелили уже своей пропагандой. Да, да, да. Они выстрелили. И это стало ясно, что основной упор, основная часть того, что было запланировано, Ираном, Россией, видимо, и это вот эти массовые выступления левых организаций и, в общем, мусульманских организаций. Степень мобилизации там высочайшая. Я об этом писал, говорил, что... Ну, они, правда, уже и сами реагируют там, директор ФБР, директор ЦРУ. Они понимают, что в Соединенных Штатах складывается огромная террористическая агентурная сеть. Они об этом говорят уже. О том, что в десятках городов начали складываться просто ячейки этих террористов, которые в любой момент могут начать действовать, убивать. Я, кстати говоря, может быть, вы не знаете, я в 99-м году, за два года до 9-11, и я в этом книгу написал, я получил информацию о подготовке тракта на территории США, но тогда это звучало очень абсурдно. Фантастично, да. А террористы на гражданских самолетах торпедируют небоскребы в Нью-Йорке. Но я все равно по просьбе посла приехал, встретился с директором. ФБР дал эту информацию. Это, к сожалению, не помогло предотвратить эти события. Ну, это очень опасно. Очень опасно. Структуры террористические на территории Соединенных Штатов, которые, безусловно, будут поддержаны тем или иным способом. Огромной агентурной сетью России, советской агентурной сетью, агентурной сетью еще КГБ, еще более того, агентурной сетью еще Коминтерна, она начала складываться в 20-е годы. Да-да. И это серьезная большая опасность, которую, по-моему, видят американцы, ну, руководители спецслужб, аналитики, но по разным причинам не предпринимают необходимых действий. Сегодня демократическая администрация не заинтересована в противостоянии нелегальной эмиграции, не заинтересована в противостоянии вот этому глобальному коммунистическому, социалистическому проекту. Поэтому это искусственно тормозится, но будем надеяться, они, к счастью, не вечны, и шансы участвовать или победить на выборах, даже с учетом массовой фальсификации, у демократической партии Тайот. Будем надеяться, что их власть закончится. Мы очень на это надеемся здесь, в Британии, ну, такие, как я, конечно. Многие, наоборот, не надеются, потому что здесь-то проблема та же самая. Больше, порядка, 500 тысяч, значит, вот этих нелегалов через Ла-Манш перебрались за последние несколько лет на резиновых лодках, и то, что здесь творится, это просто караул. А то, что творится в юридической системе, это еще больший караул, потому что вроде как разработали программу «Давайте их в Руанду отправлять», но сразу же нашлись очень крутые юристы, которые в суде это дело отвергли. И сейчас идет вот эта бессмысленная борьба, в результате которой непонятно, что случится. Пока они заполонили, значит, весь Лондон в первую очередь, они же не едут там в Шотландию в какую-нибудь жить, зачем? Здесь в Лондоне очень хорошо. Их расселяют в отелях, значит, в том числе и в дорогих в центре города. Им дают муниципальное жилье, отодвигая очереди для британцев, значит, которые в этом нуждаются. Ну, в общем, абсолютный абсурд. И я высказывал в одном из своих эфиров такую тоже фантастическую идею, как можно было бы решить, но не буду к ней сейчас возвращаться, чтобы не отвлекаться от темы. Выскажу просто коротко не очень фантастическую. Вот у Британии есть эти фольклендские, мальвинские острова. Пожалуйста, туда отправьте. Все. Англия, Англия. Хотели в Англии жить? Пожалуйста, живите. Завезите им туда стройматериалов и пусть строят себе жилье и занимаются сельским хозяйством для прокорма. Ну, можно было бы. Но об этом даже никто не думает. Никто так вопрос не ставит. Я думаю, ситуация поменяется радикально после смены власти в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты остаются лидером западного сообщества этого золотого миллиарда. Я думаю, как только начнется движение такое осмысленное здравомыслие в Соединенных Штатах, тут же его подхватят и Великобритания, и другие государства Европейского Союза, потому что этот колхоз, между прочим, с которым боролся Володя, это колхоз наносит ущерб экономическому, политическому, социальному развитию человечества. Это совершенно верно, потому что я помню из его рассказа, когда он мне рассказывал, какая была Британия, когда он туда переехал из Швейцарии, вот он поступил учиться в Кембридж, значит, это была совсем другая страна. Потом он говорит, что началась такая медленная совдепизация, он это называл, и она сейчас уже достигла вообще катастрофических масштабов во всем, причем не только с этими иммигрантами нелегальными, но и во всех других вопросах. Еще здесь интересный один момент, вот я вспомнил, среди тех документов, не знаю, знаете вы об этом или нет, Буковский привез в Англию, значит, поручение, подписанное уже Горбачевым о выделении средств для шахтерских профсоюзов для того, чтобы они продолжали забастовки, с которыми боролись. Это был огромный скандал, и поляки благодарны Володе именно в том числе и за это, за то, что он открыл эту связь между КГБ и шахтерским, социалистическим. Да, не то, что КГБ-то само собой, но там было личное поручение Горбачева, а в это время Горбачев, значит, с Маргарет Тэтчер там встречался и рассказывал про прекрасную Россию будущего, как вот Навальный примерно. И Буковский потом, он встретился потом с Маргарет Тэтчер, по-моему, а может не встретился, но переправил ей этот документ показать, и говорит, что она в шоке была, когда это увидела, конечно, и говорил, что да, русским верить нельзя никогда. Потому что для нее был шок. Вот выдержка из интервью, которую Буковский давал какому-то изданию еще в 2005 году. С появлением Горбачева мои отношения с Тэтчер вошли в штормовую полосу. Мы семь лет с ней ругались до хрепоты и стука кулаками об стол. Я пытался ей объяснить, что, во-первых, он не тот, это речь идет о Горбачеве, за кого вы его принимаете. Во-вторых, он делает ровно противоположное тому, что делаете вы. Вы стараетесь демонтировать социализм, а он старается его спасти. В-третьих, его появление – прямой результат в вашей с Рейганом политике. А она возражала. Почему ты не хочешь поверить, что в Кремле мог появиться человек? Вы ведь с Солженицыным выжили в ГУЛАГе и остались людьми. Я отвечал, ГУЛАГе при определенном везении можно остаться человеком. А в Кремле нельзя. В Кремль нельзя войти, если ты человек. Это же партийное сито. И подняться наверх, не замазавшись кровью, невозможно. А она этого не понимала. В конце-в концов я ее уел. Я нашел документ о шахтерской забастовке 1984 года, которое Тэтчер чуть не свалила. А в то время Москва дала миллион долларов лидеру английских шахтеров. Я нашел решение секретариата ЦК КПСС за подписью Горбачева, который в то время был вторым секретарем. То есть сопредседательствовал на секретариате. Я принес ему эту бумагу. Посмотри, что вытворял против тебя твой Миша. Она аж побледнела. Когда это подписано? Я читаю дату. Она говорит, вскоре после этого я его спрашивала о помощи Советского Союза нашим шахтерам. И он заверил меня, что ничего об этом не знает. Я не удержался. Будешь теперь знать, как иметь дело с коммунистами. У них привычка такая. Смотреть тебе в глаза и лгать. И вообще Буковский он же Горбачева ненавидел ужасно. Не знаю, каково ваше отношение к нему. Но Буковский на него возлагал вину за все вот эти нападения на мирных демонстрантов в Тбилиси, в Риге, в Вильнюсе. И он даже пытался добиться его ареста в Англии. Когда тот сюда приезжал, не помню, день рождения какой-то свое отмечать. Направлял иски в суд. Но все было, конечно же, отклонено. А еще в Литовское посольство он давал документы. Потому что тогда литовцы пытались, прокуратура их пыталась дело возбудить против Горбачева. И мы вместе с помощником Буковского ездили в посольство, передавали им эти документы. Они очень благодарили, но дело так и не сдвинулось никуда. На этом наша беседа закончилась. Всем спасибо за внимание. Распространяйте, пожалуйста. Оставляйте, конечно же, ваши комментарии. И всем всего наилучшего. И до следующих встреч.